Вот, значит, название и автор, значит, указаны. Что я хочу сказать вначале. Сейчас очень модно в психологии стало слово «модель». И везде и всюду мы, видимо, встречаем модели, модели, модели. Хотя достаточно часто этот термин используется не в своем прямом значении и неадекватно. Потому что модель – это формализованная теория. Вот в истинном своем смысле этого слова модель – это обязательно формализованная теория. Потому что если просто блок-схема, которую называют моделью, то это не модель, это не более чем блок-схема. Важность моделирования психологии, в частности, в том состоит, в чем я убедилась на своем опыте личном. Я на факультете психологии МГУ училась, занималась эмоциональной регуляцией деятельности у дошкольников. Потом попала в психофизику. И вынуждена была, что называется, грызть гранит науки. Включая математические модели, которых очень много в этой области. И я убедилась, насколько они информативны в том смысле, и в чем специфическая особенность истинных моделей, концептуально-математических. Не просто, если математическая просто, модель, в ней маловато толк. Концептуально-математические. В том, что они действительно позволяют выявить внутренние механизмы изучаемого явления. И, что наиболее важно, предсказать динамику функционирования этого явления. Вот я в психофизике действительно на этом убедилась. Постараюсь вам показать на основных классах моделей принятия решения с уверенностью, как они позволяют действительно предложить гипотезы теоретические о том, как происходит процесс принятия решения, как формируется уверенность в решении. Еще раз оговорюсь. Я занимаюсь принятием решения с уверенностью уже около 30 лет на одеяле. Прежде всего, сенсорных задач порогового типа. Потому что мы изучаем принятие решения в ситуациях с неопределенностью. А одной из самых удобных лабораторных моделей для изучения принятия решения в неопределенности являются сенсорные задачи порогового типа, где неопределенность очень высока, потому что она вызвана острым дефицитом входной сенсорной информации. Для их изучения, этих задач, существует очень развитый аппарат, арсенал методов, разработанных еще со времен Фехнера и дальше, современной психофизикой, и очень развитый аппарат анализа результатов пороговых измерений. Поэтому мы изучаем принятие решения с уверенностью, прежде всего, на материале сенсорных задач порогового типа. По обнаружению или чаще различению близких по величине сигнала. Обнаружение на самом деле является частным случаем различения, потому что там различаются сигналы или шумы. Вот. И вот, значит, собственно, в чем специфика нашей работы. Вопрос о том, когда началась психология, мы обсуждали, конечно, из появления лаборатории Вунта, хотя тогда это действительно впервые институционально психология оформилась как наука. с целым, с реером направления исследования, но началась она реально в 1860 году, когда Фехнер уже выпустил в 1860 году два вот таких вот тома элементов психофизики, где были не только теоретические основы психофизики, когда разработаны пороговые психофизики, методы измерения порогов, и набран колоссальный экспериментальный материал, тысячи и тысячи измерений, на небольшом числе на высоко тренированных испытываемых. Но самое главное, почему с этого момента мы можем, мне кажется, с полным основанием считать начало развития психологии как самостоятельной науки, самостоятельной, до того она в рамках философии развивалась, самостоятельной, владеющей, работающей своим собственным, объективным, экспериментальным методом исследования. До того был только методом проспекции. При этом психофизика еще и со времен Фехнера была не только в парадигме стимулы реакции. Уже почти при Фехнере начали изучаться состояние уверенности и сомнений, потому что они типичны для пороговых задачей с неопределенностью. Мы же развиваем применительно к человеку субъектно-деятельностный подход в психофизике и далее в когнитивной психологии, а как его продолжение уже субъектно-поведенческий подход в изучении поведения животных. И то, и другое, и субъектно-деятельностный подход, и субъектно-поведенческий представляют собой изучение собственной активности и индивидуальности субъекта как внутренних механизмов и детерминат решения сенсорно-перцептивных и когнитивных задач. Я применительно к животным не решаюсь использовать категорию деятельности, я осторожнее говорю о поведении и к тому субъектно-поведенческом подходе. И, значит, когда субъектную психофизику мы начали развивать, то пришлось, во-первых, естественно, проработать весь материал мировой литературы, который свидетельствовал о том, что на всем протяжении развития психофизики, начиная с Фехнера, уже так называемые переменные субъекта изучались, анализировались и самые разные виды переменных субъектов, индивидуальные особенности, установки предпочтений определенной категории ответа, такого рода ошибки, которые в действительности были не ошибками, а совершенно систематическими такими тенденциями в работе наблюдателя. И когда, значит, я обобщила все эти переменные субъекты, которые изучались в психофизических экспериментах, и в частности в наших работах, я выделила вот те основные блоки сенсорной деятельности субъекта, которые действительно проявляются в сенсорных измерениях и влияют на получаемые результаты. Потому что принято было считать, ну, исходно, в традиционной парадигме, что да, психофизика изучает количественные связи между стимулом и реакцией. Нет, в нашем институте психологии в течение 15 лет существовала единственная первая и последняя лаборатория психофизики, которая была у нас в стране. Покладил ее профессор Забродин. И вот он дал действительно современное определение психофизики. Это изучение поведения человека при решении им сенсорно-перцептивных задач. Поведение человека во всем комплексе всех сложных и многосторонних аспектов этого поведения. Я здесь выделила только те компоненты, структуры сенсорной деятельности субъекта, которые выступили как детерминат сенсорных измерений в наших исследованиях. На ряду, конечно, стимули вихархте. Это понятно, почему и написано, что это те компоненты сенсорной деятельности, которые обуславливают дифференциально-психологические различия результатов сенсорных измерений. Помимо сенсорной способности, конечно, которая разная у разных наблюдателей. Помимо характеристик стимуляции. Вот. И, значит, ну сначала изучалась роль задачи, причем принятой субъектом, не той, которая была дана ему, а той, которую он понял, принял и реально выполняет. А дальше индивидуальные особенности, которые подразделяются на интериндивидуальные, то есть межиндивидуальные, свойства индивидуальности и интроиндивидуальные. А интроиндивидуальные – это функциональное состояние субъекта, монотонии и утомления до высших степеней активности, значит, функциональное состояние, а также рефлективные переживания наблюдателя при решении им, вот в частности, пороговых задач с неопределенностью. А в этих задачах, как я уже сказала, состояние сомнения типичное. И вот они-то, эти состояния в континууме от полной, от полной, там, абсолютной уверенности в том, что решение правильное, до полного сомнения, эти характеристики являются тоже интроиндивидуальными. Да, вот про уверенность я еще хочу сказать, что уверенность, она изучается в двух аспектах. Уверенность в себе как личностная характеристика, и она изучается с помощью опросников, есть целый ряд, мы с ними работаем. И вторая, второй аспект уверенности – это уверенность в правильности решения задач. Изучается, вот больше всего и прежде всего, как раз на материале сенсорных задач порогового типа, прежде всего, сенсорного развлечения. А также, а также в задачах на общую осведомленность. А общая осведомленность – это как раз большой опросник, где испытуемому предъявляется, значит, дается, значит, утверждение, точнее, вопрос и несколько вариантов ответа. Он из этих нескольких вариантов ответа должен говорить, который на его, по его мнению, на его сдать правильный. Вот. И, а поскольку много проб всегда и в психофизическом эксперименте, и вот в этом вопроснике на общую осведомленность много вопросов, то в результате мы и там, и там получаем процент правильных ответов, вот. А уверенность изучается так. Значит, вторым ответом испытуемый дает свою оценку того, насколько он уверен в правильности своего первого ответа. Первый ответ – это на основной вопрос задач, а второй – насколько он уверен в предложенном числе категории уверенности. От минимальных двух уверен, сомневаюсь, до самые типичные, ну, там можно три, да, нечто среднее. Четыре самые типичные, уверен, скорее уверен, скорее сомневаюсь, сомневаюсь. А также самая дробная и плавная шкала оценки уверенности – это в процентах. И тогда по второму ответу считается процент уверенных ответов, которые сравниваются с процентом правильных. И при сравнении этих двух показателей, значит, оценивается степень реализма уверенности. То есть только, насколько человек адекватный или неадекватный оценивает уверенность. Вот. Про это я просто говорила раньше, а я сейчас только два слова. И адекватная уверенность крайне редка, в задачах на общую осведомленность преобладает сверхуверенность, а в сенсорных задачах, да и в общей осведомленности, парадоксальный эффект трудностей лёгса существует. Это парадоксальная сверхуверенность в трудных задачах, и парадоксальная же недостаточно уверенность в лёгких задачах. Я про это говорила раньше. Это пока в предшествующих двух докладах как раз. Да, вот. Так вот, мы изучаем принятие решения в задачах с неопределённостью. И три основных параметра принятия решения, три основных его аспекта – это правильность, ошибочность или степень точности, оценивается по проценту правильных ответов, время, время ответа или реакции, и колебания субъекта в континуумии от уверенности до полного сомнения в процессе решения, а также и в результате решения, уверенности в сомнении в результате решения. Вот. И в тех двух докладах, которые я делала на предшествующей конференции в 2016 году, я свои экспериментальные исследования о взаимосвязи всех этих трёх параметров в сенсорных задачах показывала, а в прошлой конференции основные классы моделей принятия решения с уверенностью вот тоже пыталась осветить. Ну вот, об этом я уже сказала. В чём, собственно говоря, значение моделирования математического психологии. И действительно, в нашей науке, вот до недавнего времени нашей работы совместно с Валентином Михайловичем Шиндяпином, который должен был быть здесь, в церкви по состоянию здоровья не смог приехать, даже билеты на самолёт пропали. Вот он разработал, собственно, первую модель уверенности здесь у нас. А за рубежом там большая уже существует традиция развития таких моделей. И мы в наших обзорах, вот тут перечислены обзоры, их авторов, наших предшественников и наши обзоры, выделили, ну, по крайней мере, три основных класса таких моделей. Я их коротко сейчас напомню, просто чтобы вот потом было понятнее и проще мне переходить уже к новому материалу. Новый материал, который я привезла, он буквально скалился. Вот вы первые, которые вы здесь, в стране, в нашей услышите. Да потому что я только что, мы только что были в июле и в августе на конференциях международных по математической психологии и по психофизике. И вот оттуда мы привезли уже вот, ну, новой работой. Это где-то в Берлине? Нет, по математической психологии была в Италии, в Вене, а в Германии была в Геннебурге по психофизике. И вот уже последний, вот сегодняшний день в развитии этих моделей, это вот то, что вот только сейчас вот. Только сейчас мы это услышали. Только сейчас я успела получить от них работы по почте, статьи, проработать их, насколько смогла, с тем, чтобы вам показать. Самые первые слушали. Ну да, да, действительно, пока никто этого не видел. Вот, так вот, значит, первый класс моделей. Это не динамические модели. И прежде всего, это модели, основанные на психофизической теории обнаружения сигнала. Она уже стала давно классической. И вот, 1974 год, это второе издание, первое издание, 1966 год. И на четвертом курсе, еще когда мы были, нам Евгений Николаевич Соколов рассказывал теорию обнаружения. А он был одним из переводчиков одной из основных исходных статей, классиков этой теории Грина, свет, смертва. В толстой черной книжке инженерной психологии, если помните, была такая книжка. Он нам ее рассказывал. И вот тогда меня совершенно потрясло, когда я, хотя я была далека от психофизики, что, казалось бы, уже вот то, что мы с первого курса знали, пороговая психофизика Фехнер, пороговые методы, уже уж казалось бы, что уж более устоялось, чем это. А оказалось, что даже существование порогов под вопросом и нет решения однозначного ответа на то, есть или нет порогов в сенсорной системе, вот это для меня было просто потрясением. А это как раз вот Евгений Николаевич Соколов, рассказывая нам о теории обнаружения сигнала, показал, и тогда я поняла, сколь необъятны горизонты нашей науки. Когда даже порог неизвестный есть или нет. Так вот, значит, классическое пройдет материал обнаружения сигнала, когда предъявляется сигнал на фоне шума, то есть в случайном порядке перемешаны шумовые пробы и сигнальные пробы. Сигнал на фоне шума. Различие между ними маленькое. И в каждой пробе сигнал звуковой в исходной парадигме. Почему? Потому что она, теория обнаружения сигнала, появилась и в статистической радиотехнике, и радиолокации. Она появилась после войны в 60-х годах. А во время войны вот эти радиолокации, обнаружения самолета, цели, в основном это были действительно задачи обнаружения звукового сигнала на фоне помех. Вот. И классическая вот модель теория обнаружения сигнала, когда экспериментальная парадигма, в случайном порядке предъявляются шумовые пробы и сигнальные, слабо различающиеся по величине, а потом это на все модальности распространяется. Мало того, что на все модальности, в очень многих областях психологии, включая социальную психологию, теория обнаружения применяется. И я, вот, хотя я много знаю моделей, я действительно, я более мощной и красивой модели, не знаю, чем теория обнаружения. Вот. Хотя она не все позволяет. Она действительно стационарная, не динамическая. Так вот, значит, когда в случайном порядке проявляются сигналы и шумовые пробы, то вот на оси абсцисс у нас величина сенсорного эффекта или сенсорного впечатления. Много-много распределяются сигналы шум, и, а шум белый. Белый – это гауссов. Вот левое и синее распределения – это распределение мгновенных значений плотности вероятности на ординате. Плотности вероятности мгновенных значений шума. Они могут быть любые, от минус бесконечности до плюс бесконечности. А сигнальные пробы – это просто прибавление некоторой константной прибавки по интенсивности к шуму. И поэтому распределение мгновенных значений сигнала, плотности вероятности, тоже представляет собой нормальное распределение, Но это в идеале нормально, конечно. Ток смещенный вверх по оси величина сенсорного впечатления отшил. Все. Это классическое представление о сенсорных эффектах в теоремном режиме сигнала. Я прошу прощения, опять-таки, из-за того, что вот так вот все с колес я вам даю. Хотя эта картинка-то такая традиционная. Но я вот не успела найти вот совсем простую, здесь вам покажу, как, собственно говоря, решение это принимается. Вот смотрите, на оси абсцисс любая точка, любое значение сенсорного впечатления может быть вызвано как сигналом, так и шумом. Здесь неудачный рисунок, я его взяла из книжки, где они уходят в оси абсцисс. Они, конечно, асимптотически не достигают эти распределения, они асимптотически не достигают оси абсцисс. Ну, как любое нормальное распределение, да. Поэтому любое сенсорное впечатление от минус бесконечный, от плюс бесконечный, может быть вызвано как шумовым распределением, так и сигнальным. Испытуемый не может, зная только величину своего сенсорного эффекта, вот X и D, да, X сенсорный эффект. X неизвестный, сенсорный эффект нам не здесь. Он не может решить, к какому распределению относится этот эффект. К сигнальному или к шумовому. Для того, чтобы решение, а решение он должен принимать в каждом проекте, он пользуется критерием принятия решения. Критерий задается. Критерий, экскритическое, задается извне, экспериментаторам. Поэтому, извиняюсь, решение какое? Есть сигнал или нет? Есть сигнал или нет сигнала? В случае обнаружения. То же самое для задачи различения кнопочки. Да, он на кнопку ответить. Кнопка, да, кнопка нет. Если слышит, то да. Да, если не слышит и не видит, то нет. А если то же самое для различения двух близких сигналов? Один сигнал и другой сигнал. Никакой разницы. Или одинаковые, или разные. Или был первый, или был второй. И когда? А критерий, вот эта, критическая точка на оси сенсорных впечатлений, относительно которой он потом оценивает каждое поступившее сенсорное впечатление, и если поступившее сенсорное впечатление справа больше критического, он говорит, да, был сигнал. А если поступившее сенсорное впечатление меньше экскуретического, в этом области, нет, 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 отвечает, был только шум. Вот и все. Но критерий необходим. Но критерий задается в теории обнаружения сигнала из неэкспериментатора. Специальными, значит, приемами. Либо инструкцией прямой. Отвечает, да, когда ты твердо уверен, что был сигнал. Это так называемый жесткий критерий, принять решение, когда вот этот критерий смещается вот сюда. Он редко говорит, да, редко говорит, да. Отвечает, да, крест, ты даже минимально уверен, подозрение, что был сигнал. Тогда уже чаще можно говорить, да, крестов малейших подозрений. Тогда сюда. Так называют мы мягкие или либеральные критерии. Ну, в общем, это к вопросу о том, что, в принципе, представляет собой вот это вот парадигма. Потом интереснейшее вот это я потом, если будут вопросы, скажем, но я пока про уверенность. Так вот, уверенность оценивается как расстояние от критерия до полученного сенсорного впечатления. Вот в чем, собственно говоря, вот в данном случае вот механизм, что ли, оценки уверенности согласно моделям, основанным на теоретном режиме сигналы. Что уверенность – это просто расстояние от сенсорного впечатления до критерия. Чем дальше это расстояние, чем дальше сенсорное впечатление от критерия, тем больше уверенность в том, что да, что надо отвечать – да. А почему эта модель – это просто факт, изложенный вот в графический калимат? Да, но это же модельное представление, это формализованная модель впечатления. Больше того, когда мы относительно критериям уже можем потом рассматривать вероятности эмпирические уже, эмпирически мы их получаем, а здесь они моделируются, четырех видов ответа наблюдателя. Попадание – ответ «да», когда был сигнал. Пропуск – ответ «нет», когда не был сигнал. И два типа ошибок – ложная тревога – ответ «да», когда сигнала не было. И правильное отрицание, и второй тип ошибки – пропуск сигнала. Когда сигнал был, эмпирически ответил «нет». И с помощью этих четырех ответов строится, а из них достаточно двух, потому что два другие – это единица минус вероятность. Строится так называемая рабочая характеристика наблюдателя. РХ – зависимость вероятности правильных попаданий, ответ «да», когда был сигнал, от вероятности ложной тревоги, ответ «да», когда сигнала не было. И вот это вот, вот такое на вид, нормально, если такое не искажено. Конечно, они могут быть асимметричными и так далее. Вот, значит, это я к вопросу о тех моделях и представлениях об уверенности, которые нам позволяют сформировать теорию обнаружения сигнала. Уверенность, как расстояние до критерии. Это действительно модельные представления, и тут мы все рассчитывать можем. Ну, понятно. Это повторяемые, совершенно повторяемые эксперименты, статистические. Да, да, это многократные предъявления, многократные в ходе опыта предъявления. Модельность состоит лишь только в том, что это на больших выборках просто все нивелируются индивидуальные рапсиогены. Да, и модель, вот теория обнаружения нам показывает, собственно, как происходит работа наблюдателя. Вот это вот, сами вот эти распределения, критерии, которые испытуемые, которые мы можем двигать. Мы можем его двигать и двигаемся, а значит, значимостями. Значимостями для субъекта ответов той и другой категории. Ответом, граждане, во-первых, эти предпочтения могут быть исключительно субъективными, они влияют. Понимаешь, одни исходно склонны отвечать, а другие не склонны отвечать, нет. Это известно. Да, 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 вот. А мы манипулируем, двигаем этот критерий, задавая цены ответов, платы за правильные ответы, штрафы за ошибки в эксперименте, таким образом перемещая критерии. А также критерии мы перемещаем в эксперименте с помощью задания разной априорной вероятности сигнала и шума. И когда 50 на 50, 50 на 50, вот этот критерий, который я вам нарисовал, вот такой, это критерий нетренированного наблюдателя, он вот здесь расположен, давно известно. А если 50 на 50, он в середине критерии, вот в середине, в точке пересечения распределения. Если сигналов мало, а шумов много, критерий здесь. Испытуемый редко говорит, да, потому что он же видит, или ему сказали, он сам понял, что сигналов много. А для сигналов много, критерий это стройка, а это наоборот либеральный, он часто говорит, да. Вот модель-то вот и позволяет это все проследить, отследить рабочую характеристику построить. Вот, это значит вот к тому, как-то. А что из-за шум-то представляет? Шум это просто белый шум, белый шум с гауссом распределением. Вот, отвечаю, все, поняла вопрос. Значит, он либо внешний шум, в наушниках, например, да, либо... В наушниках просто белый шум, просто шум, шум, а на его фонсигнал. Либо, если мы имеем дело, там, с двумя сигналами, да, для развлечения, мы можем даже не предъявлять шум. Все равно, когда мы сто раз предъявляем... А день будет восприниматься как шум? Нет. Наша сенсорная система шумит, наши нервные каналы шумят. И они шумят в значительной степени по гауссу. И даже если мы два стационарных сигнала для развлечения по сто раз предъявляем, в случайном порядке, распределение наших сенсорных эффектов от того и от другого будет вот все равно описываться распределением близкими к народу, потому что шумит сенсорная система. И она чаще всего шумит по гауссу. Но могут быть очень отличные. Да, эндогенный шум, собственный шум сенсорной системы, так называемый. Поэтому тут нельзя говорить о дифференциальной чувствительности тогда. Можно. На фоне шум один и тот же для одного и для другого. Он же один и тот же, это постоянное, которое у нас есть. На данный момент уже в собственном психологическом ощущении там дифференциальной чувствительности. А, что он говорит, что у разных людей разные шумы. А, внутренние. Внутренние. В этой своей собственной сенсорной системе. Не связано, потому что. Нет, ну это-то связано, конечно. А, сравнивать людей по дифференциальной чувствительности, имею в виду, что у них разные сенсорные шумы. Да, интересный вопрос. Интересно, мы с гусем его обсудим. Интересно, правда, как-то не приходило в голову. Все время сравнивали, сравнивали, а вопрос-то в правомерный. Я сейчас запрещу. Наверняка есть ответ. Может, я и сама подумаю. Сейчас я покажите, я зафиксировала. Так, вот, значит, теперь дальше. Ну вот это то, что я вам рассказала. Он использует наблюдатель, чтобы принять решение о том, к какому из распределений принадлежит сенсорное впечатление. А, значит, локализация критерия, да, вот, может, штрафами, может, аплёрной вероятностью, может, прямой инструкцией. Локализация критерий может управляться. И величина уверенности определяется расстоянием от критерия до сенсорного впечатления. Вот. А вот теперь, ведь что вам, наверное, будет интереснее. Никому психофизика не интересна. Но, вот смотрите, на основе, почему я сказала, что сложных жизненных решений, сложных жизненных решений, далеко не только сенсорных, но она, эта модель, использует вот эти представления, вот эти формальные представления теряного наружения сигналов, и, значит, вот в качестве распределения нормального, то есть представление человека или животного, или человека или животного, субъекта о своих ресурсах, представляется как имеющий должен нормальный рассеяние. Вот я была там, в этой статье, в картинке, у меня были такие сложные, что они не столкнулись. Но это просто, вот просто, да, вот если... Ну, постулируется нормальное распределение, это уходило. Да, вот если мы вернемся сюда, вот, смотрите, вот здесь у нас два распределения, два, один сигнал, другой сигнал, да, или шумосигнал. А если мы на абсциссии отложим не величину сенсорного эффекта каждого, а величину различия, дельты, между двумя этими сенсорными впечатлениями, то мы получим один колокол, только более размытый. Понятно. Мы все равно получим нормальное распределение, с большей дисперсией, которая легко вычисляется, и тогда это будет распределение впечатлений и различия. Так вот, вот такой единый колокол распределения впечатлений, как бы вот различия, то, что в теории обнаружения всегда различия, в этой модели, в этой модели используется для представления, для репрезентации представления субъекта о своих ресурсах. Причем это может быть не только нормальное распределение, но вот в этой статье и бинамиальное может быть распределение, могут быть и другие типы распределений. Пока вот про эти два. Что? Это осознаваемые и представления? И те, и другие. Понятно. У животного, конечно, не осознаваемые. Нет, у человека и те, и другие. У человека и те, и другие. И те, и другие. Но это же уже компоненты самосознания. Ну, конечно, почему я и говорю, что на самом деле мы в психофизике изучаем не соотношение стимул-реакции, а все сложное поведение и деятельность человека при решении им, в нашем случае, сенсора. Ну, конкретно вещь шла, да, вот сейчас, самый последний момент, просто о содержании образа я, как одного из компонентов. Да, да, представление о своих ресурсах. Так вот, почему здесь модель теории обнаружения используется? Потому что вот есть нормальное рассеяние представления о своих ресурсах, и там, опять-таки, существует критерий. Субъект выбирает критерий, относительно которого он оценивает свои ресурсы в данный момент времени. И относительно этого критерия, значит, опять-таки, расстояние между критерием и представлением о своем ресурсе в данный момент определяет его уверенность в том, что вот надо принять решение... Ресурс в чем? В данном... Вот при решении данной задачи, о которой идет речь. Способность. О которой это не понятно, зависит от этого. Да. В какой мне я способен решить такую задачу? Такую-то задачу, да, в данной области. Да. И опять-таки, вот здесь вот авторы предлагают этот критерий двигать опять-таки ценами ответов, премиями за правильные и штрафами за ошибки. Ну вот, да. Уверенность, конечно, снижают проигрыши при ошибках, увеличивают уверенность в выигрыше. Вот. Если выигрыш перевешивает в субъект сверхуверенности, если проигрыша, он недостаточно уверенности. Вот что интересно дальше. Ну, эти искажения сверхуверенности и недоуверенности достаточно растут с неопределенностью, это понятно. Но вот что интересно. Ну, что там самое адекватное представление о своих возможностях уже, как адекватная уверенность, как я вам говорила, крайне редко, и уверенность чаще всего неадекватно правильности и чаще завышена. Чаще завышена. Вот что. И они рассматривают в этой статье, а статья Нейча? Я Нейча никогда не читала, как раз надо читать. Спасибо Юрию Александрову, которая мне эту статью прислала. Так вот, примеры политических военных конфликтов, видите, приводят к выводу, что сверхуверенность стала страна не случайно, и что она в эволюционной истории человечества закрепилась, поскольку обеспечивает быстрые и потому экономные решения. Хотя, конечно, в случаях высокой цены ошибки сверхуверенность будет неадекватной, и может быть опаснейшим совершенно делом. А вот тем не менее, вот типична она. И вот почему типична? Потому что экономна. Хотя опасность велика. А вот вы обратная корреляция с той же зоной для дальнейшего развития. Как только пошла сверхуверенность, зачем мне вообще куда-то двигаться? Ну, уже это достаточно хорошо. Упсайд-on.